Делаем макияж одним брендом Luxe Visage. Как обычно, целая куча косметики у меня здесь передо мной на столе от этого бренда. И мы сейчас будем с вами все это тестировать. Кое-что я уже пробовала, кое-что прям совсем новенькое для меня. Я вообще бренд Luxe Visage люблю. Это хороший белорусский бюджетный бренд с качественными продуктами, с некоторыми прям бестселлерами супер популярными, например, как их кремовые тени. Но давайте попробуем базу для заполнения пор и морщин. Но прежде подпишись, чтобы не пропустить новые полезные обзоры. Давайте нанесем сначала основу на ручку. Она такая блесовая оттенка. Сначала попробую на одну сторону лица. Я базами редко пользуюсь. Я обычно вместо базы просто использую увлажняющий крем. Вроде бы кожа чуть более такая выглаженная здесь. Так, вроде по ощущениям нормально. Ну, не знаю. Думаю, может быть, нам на одну сторону нанести тональный крем без базы. Посмотреть, как тональный крем будет вести себе на базе и без базы. Потому что я пока какого-то эффекта не увидела. И тональный крем у нас CC крем. Хвалебные отзывы слышала. SPF 10. И давайте буду наносить сначала на зону, где у нас была нанесена база. По оттенку, кстати, вроде подходит. Он такой очень легенький. Еле что-то перекрывающее. И кажется слегка подсвечивающий. Распределяется кое-где туговато. Может быть, на базе туговато. В некоторых зонах на базе мне не нравится, как он выглядит. Давайте сейчас попробуем нанести на вторую сторону лица. Без базы у меня кожа заранее была увлажнена, но не сильно перегружена. Упаковка не очень практичная. И расход у него не очень экономичный. Он не прям как-то сильно тянется. Он не плотный по пигаменту. Без базы он не западает в поры. На базе он западает в поры. И вообще, как он выглядит без базы, мне нравится чуточку больше. Особенно в этой зоне. Так вроде нормально, чуть-чуть он западает в складку на подбородке. Ноутбук, кстати, тоже мне не нравится, как он лежит именно на базе. Потому что на стороне без базы, в принципе, все очень даже прилично. Он активно сияющий. Вблизи он смотрится нормально. Практически не читается на стороне без базы. Вроде липкости он не оставляет, не ощущается. Будем смотреть на тональный крем именно на стороне без базы. Итак, консилер есть у бренда, но мы его сами тестировали в моно-обзоре на Люкс Визаж, который был еще в ТикТоке очень давно. Он вообще мне не понравился. Он как вот такая еле-еле тонирующая водичка. Ничего не прикрывает. И я им так после этого ни разу не пользовалась. Поэтому я просто нанесу свой консилер. Диваж у меня сегодня будет. И я чуть-чуть красноту им перекрою кое-где, то он не всю красноту скрывает. Теперь у нас будет пудра. Пудру я эту вот не пробовала. У меня было пару, по-моему, пудр от Люкс Визаж. В целом они неплохие за свои деньги. И вот такая вот у нас есть пудра. Она сияющая в 0,1 оттенке. Прямо с такими крупными сияющими частичками. Сейчас посмотрим, как будет на лице. У нас, правда, сияющий тон, поэтому я надеюсь, что эта пудра хоть немножко нам матовость это даст. Пока вообще понравилось, но вот эти вот сияющие прям частицы могут не для всех быть по вкусу. Матирует она прям красиво. Причем как-то маской все не выглядит. Выглядит жиренько. Возможно, за счет этих самых сияющих частиц. И теперь мы переходим к коррекции лица. У Люкс Визаж есть палетка со скульптором и пудр, насколько я знаю. Либо я не нашла ее в наличии, либо что-то я все-таки подумала, зачем мне палетка с пудрой. Поэтому снова используем их бронзер, который я очень сильно люблю. Он очень красивого оттенка с таким красноватеньким подтоном. Он достаточно легкий в работе. Он слегка сатиновый. С ним как бы тяжело переборщить. Я еще чуть-чуть отсюда вот заведу. В принципе, с бронзером все выглядят очень симпатично. Сейчас еще добавим румяшек. У Люкс Визаж есть потрясающие такие вот однушки. У меня в двух оттенках. Один прям прохладненький 0.1 и один 0.3. Он прям тепленький. У нас просто в макияже глаз будут цветные подводки. Одна из них синяя, одна зеленая. Логично, что подходит больше прохладный оттенок. Но он сейчас при смешении с бронзером будет не такой уж и прохладный. Они прям супер деликатные. Такие малышечки. Наслаиваются. Очень легкие в работе. Тоже про них мы уже говорили. Отличный бюджетный вариант хорошеньких румян. У нас прям красивенький оттенок. Вот когда у меня спрашивают про прохладный бюджетный румяна, я говорю именно про эти. Добавляю по периферии. Прекраснейшие, нежнейшие. С ними прям очень сложно переборщить. Хайлайтер. Есть у Luxe Visage такой хайлайтер Ideal Stubbing. Его очень люблю. Он такой прям нежненький, деликатный хайлайтер на каждый день. А тут у меня хайлайтер Moonlight. Я его не пробовала. Надеюсь, что после пудры будет все-таки ничего. Он такой с золотистым подтоном. Честно говоря, слегка суховато ложится. Возможно, до пудры было бы получше. Более празднично, чем вот тот. Вроде симпатично, но суховатенько. Цветного пятна не оставляет. Но может подчеркнуть текстуру. Ну, по итогу-то ничего так выглядит, да? Не прям, чтобы сильно какой-то вал. Нам нужно переходить к бровям. Для бровей у меня есть карандаш в оттеночке 302. Автоматический тоненький коричневый карандаш. И гель для бровей Superfix. Про него мне писали, что он прям фиксирующий. Карандаш без кистищий, к сожалению. Я возьму просто из другого карандаша кисть. Сначала почешу бровки. Обычно во всех автоматических карандашах есть кисти. А тут нет. Карандаш сам по текстуре суховат. Теплый сильный оттенок. Какой-то желтый подтон. Но и он типа не самый деликатный. Он как-то не очень охотно тушуется. Есть карандашики автоматические, которые, во-первых, с кисточкой. Во-вторых, более мягенькие такие, более податливые. Тут что-то не то все равно. Ну, такая вот бровка получилась, ладно. У меня еще и сломалась сейчас прям в процессе. В общем, пока нет. И давайте гелем уложим бровки. Щеточка тут такая прям большая. Я надеюсь, что он будет фиксировать. Ну, такие брови мокренькие и лысенькие. Ну, ладно. Что-то мне брови прям не нравятся. С горем пополам мы закончили с бровями. Гелли зафиксировался. Пока держится хорошо. Но я его пока ощущаю. И нам нужно приходить к глазам. Для глаз у меня есть подводки, куча кремовых теней. Палетку теней я не брала у этого бренда, потому что тени я уже пробовала. И мне не прям, чтобы они сильно зашли. Второй раз я покупать их не стала. И тушь, конечно же, тоже у нас есть. Давайте продолжать с кремовых теней. Кремовых теней у Luxe Visage целая куча. Есть матовые варианты. Есть сатиновые варианты. Есть жидкие глиттеры с крупными блестками. Просто этими тенями можно сделать полноценный макияж. Причем у меня есть все оттенки из каждой серии. Мы делали обзоры с вочи на эти кремовые средства для глаз. Сначала я броматовые оттенки. 104-ый. И нанесу его в орбитальную складку. Красивый, базовый. И беру искусственную кисть. Наношу в качестве просто такого растушевочного оттенка. Околоскульпторный оттенок. Кто-то даже эти тени наносит в качестве кремовых скульпторов. В качестве помад. Пожалуйста. Все можно, если очень хочется. И его же, наверное, нанесу на нижнее веко. Теперь я хочу взять, наверное, 20-ый. У меня тут лежит 20-ый и 18-ый. Это сатинчики. 20-ый он такой прям серебристый. И 18-ый он с зеленцой. Попробуем смешать. Беру такую около плоскую кисть. И смешиваю эти два оттенка. И наношу на подвижный век. Прямо так вот добавлю 20-го. Чтоб поярче как-то было поплотнее. Они, конечно, не супер плотные. Но их можно, в принципе, нанести поплотнее. Единственное, конечно, их желательно закреплять. Ну, красота, конечно, вообще. Так, у меня есть оттеночек 07-ый. Он прям светленький. Нанесу его во внутренний уголочек. Как хайлайтер его тоже можно использовать жидкий. Супер празднично. Так я, кстати, никогда не делала. Я никогда не делала макияж чисто вот этими вот кремовыми тенями. Я их обычно использую в качестве подложки. Либо в качестве базы под сухие шиммеры. Уже на частично готовый макияж. Еще я возьму оттеночек 08-ый. Он чуть более тепленький. Тепло-розоватый. И его я немножечко нанесу по нижнему веку. Вот так вот. Чуть-чуть. Так, я жгла с именно тенями практически готов. Я хочу нанести подводку Metal Hype. У меня зеленый и синий. Я, наверное, нанесу обе. Просто одну нанесу ближе к внутреннему уголочку. Одной именно выведу стрелку. Зеленую я пробовала как раз в первом монообзоре. Такая небольшая кисточка. Довольно удобно. И давайте возьмем синюю. Она у меня поновее. Ее я не пробовала на себе. И ей попробую вывести стрелку. Нормально, но не самая удобная кисточка для монострелок. В прошлый раз мы делали стрелку черной подводкой. Дальше дублировали ее сверху зеленой. И вот так, в принципе, было нормально. Самостоятельно эту подводку стрелка делать не прям, чтобы сильно удобно. Вот такая вот прикольная стрелочка получилась. Синяя, вытекающая из зеленого. Подводки так слегка сияют. Все супер. Попробуем накрасить второй глаз. И вот такие вот интересные стрелочки у меня получились. Довольно быстро. В принципе, подводки удобные. Подводки достаточно насыщенные. Возможно, где-то просто поднаслоить. Но они неплохие в качестве таких акцентных, сияющих средств. Кстати, я вообще ничем не закрепила кремовой тени. А, еще же я хотела сияшку добавить. Но не знаю, будет ли это лишним. Вот такую вот серебристую, может быть, только на серединку чуть-чуть наберу кисточкой и слегка припечатывающими движениями. Хотя она тут особо роли не сыграет. Чуть больше сияния дал, чуть более влажненького. Надеюсь, из-за этих кремовых глиттеров все не скатается. Давайте теперь нанесем тушь. Эту тушь мне подарили в Ревгош. Тут, по-моему, не силиконовая щеточка. Да, не силиконовая. Я бы сама такую не купила. Я бы все-таки выбрала силиконовую. Несем ее в один слой. Там написано и суперобъем, и удлинение, и еще что-то. Напомню, что ресницы у меня до сих пор в не лучшем состоянии. И вот так тушь выглядит в один слой. Не люблю вообще. Не люблю фигуровые щеточки. Но мне пока не очень нравится. Сейчас нижние реснички прокрасим. Пусть тушь немножко схватится. И по-моему, вот так вот выглядят реснички с тушью в два слоя. Моя обломанная ресница в серединке глаза эта тушь как-то скрыть не может. Слегка она так подсклеивает ресницы. Ну, даже не слегка. Ну, ладно, накрасим сейчас второй глаз. Быстренько. И вот так вот тушь выглядит на ресничках в два слоя. Вроде бы и нормально, но честно так себе. Потому что силиконовые щеточки, они больше расчесывают ресницы. Фибровые щеточки расчесывают ресницы чуть меньше, меньше их разделяют. Но, возможно, на нормальных ресничках будет выглядеть лучше. В целом, макияж пока симпатичный. Нам осталось докрасить только губы. И для губ у меня есть карандаш. Пинап гелевый. Кстати, это прям популярная история, популярные карандаши. Но я ни разу их не пробовала. Будем пробовать сейчас вместе. И помада. Просто губная помада. Ну, тоже, я думаю, что многие их видели. Ну, что ж, давайте сначала нанесем карандаш. У меня в оттеночке 201. Приятный. Оттенок чуть более тепловатый, чем тут нужно было бы. И немножко его на все губы распределяю. Но он не прям идеально мягкий. Не прям идеально наносится прям на все губы. И дальше у нас помадка. Вот это вот непонятно, как она называется. У меня, по-моему, оттенок чуть более розоватый. Как будто она с перламутром. По текстуре все это дело приятное. Но мне просто не нравится финиш. Макияж мы, получается, сделали. И нам осталось с ним проходить до конца дня. В общем-то, подведем итоги. Встретившись через несколько часов. Так, ну что, уже почти час ночи. В общем, хожу я с этой косметикой давно. И быстренько пройдусь по всем позициям, которые мы попробовали. База. Я, честно говоря, говорю и нет. На базе мне кожа нравится меньше. Поэтому вряд ли я ей буду пользоваться. Возможно, она подойдет для кого-то другого. Но, с другой стороны, она для заполнения пор. Для кого бы она еще могла подойти, если только не для комби жирной кожи. А у меня именно комби склонная к жирности кожи. Тональный крем на стороне без базы выглядит очень прилично. Тут я, правда, сводчу уже позаписывала. Поэтому у меня слегка вокруг рта все красное. А так очень даже хорошо. Поры западают совсем-совсем слегка. Так прям зашло. Буду пользоваться. И он сияющий. Это тоже стоит иметь в виду. Пудра мне понравилась. Хотя она не держит матовость долго. Я добавляла ее еще в течение дня. Но мне все равно нравится, как она смотрится на лице. Практически не создает дополнительного покрытия. Поэтому я буду ей с удовольствием пользоваться. Бронзер. Он может тускнеть еще на таком влажном тоне. Бронзеру, говорю, да, уже давно. Румяна. Да, мне нравится. Достаточно стойко держится. Могут тускнеть в течение дня. Но это приемлемо. Нежные, деликатные. На каждый день такие румяшки. Хайлайтер. Мумлайт. В принципе, держится. В принципе, я его вижу. Попробую его на неприпудренное лицо. Пока 50 на 50. Карандаш для бровей. Ему я говорю нет. Неудобный формат. Слишком тепленький. Неделикатный. Гель для бровей. Брови держатся. Брови стоят. Хорошие. Может уложить бровки. Может сделать их слегка мокрыми. Нужно регулировать степень и интенсивность нанесения. Но мне понравилось. Буду этим гелем пользоваться. Кремовые тени. Кстати, без закрепления они даже не скатались. Все хорошо держится. Все красиво смотрится. Это прям то, на что стоит обратить у этого бренда внимание в первую очередь. Можно посмотреть свотчи ВКонтакте на каждую из этих линеек. Подводки для глаз Metal Hype. Мне нравятся. Хорошие стойки. Как акцентики. Можно самостоятельно наносить. Можно со стрелочкой. Какую-нибудь двойную стрелочку делать интересную. Или какую-то графику рисовать. Ими пользуюсь давно. Но синий оттенок очень красивый. Тушь для ресниц ей, я говорю, нет. Не нравится мне все-таки она на ресницах по эффекту. Какие-то у меня три реснички получаются. И карандаш для губ. Я просто стерла губы, потому что начала записывать свотчи. Но я успела перед этим поесть. И контур, в принципе, остался. Карандашу ставлю лайк. Мне нравится гелевый формат карандашей. Я обязательно соберу все оттенки на свотчи попозже. И помада мне не понравилась. Как-то вот она сильно перламутровая какая-то. Я просто не люблю эффект перламутра на губах в губных помадах. Вот такой вот итог. Пишите, что вы думаете по поводу этого бренда. Что вам у них нравится. Что не нравится. Буду рада обратной связи. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok